Вчера, помните, что мы говорили о нектое дороге, я читала вам прекрасный аравийский стих, но я хотела вам показать этот же сюжет в еврейской традиции, более поздний, это метраж Коэль-Траба, 3.2. В трех случаях погибают люди. Тот, кто находится в ветхом доме, идущий по дороге в одиночку и плывущий по великому морю. Сам сатан становится их обвинителем, как сказал Равель-Леви. В трех местах находится сатана и обвиняют рядом с тем, кто находится в ветхом доме, рядом с идущим по дороге в в одиночку и рядом с плывущим по великому морю. Раби Шимон-Барапа от имени Раби Ханина сказал, все дороги следует считать опасными. Когда Раби Инай отправляется в путь, он оставляет в доме завещание. Да, интересный такой зачин, говорящий нам об опасности дорог, об опасности путешествий. Причин может быть много. Разбойники там всякие, да, то есть разные обстоятельства могут причинить вред, не обязательно речь идет о сверхъестественном чем-то, то, о чем мы с вами разбирали, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. Но дальше, когда начинают мудрецы говорить о прецедентах, да, о случаях, они приводят известную очень историю с Раби Шимон-Бан-Халавтой. Возможно, кто-то из вас ее знает о том, как он встретился с ангелом смерти по дороге, шел ночью. Пошли они исполнять заповедь обрезания. Отец ребенка поел к старым винам и приговаривал, что пейте это доброе вино, ведь я уповаю на Господа небес, что буду им же поить на свадебном перу. И отвечали ему, так же, как вел его в завет обрезание, ведешь его в Тору и подхуду. От их разговоров вышел Раби Шимон-Бан-Халавт в темноте, обратите внимание на эту деталь, наружу. И встретил посланника к сотворенным. Это редкое выражение. И мы понимаем, опять же, что это ангел, скорее всего. И, как мы узнаем дальше, ангел смерти. Сказал ангел Раби Шимону. Дальше идут пояснения, но вы понимаете, это мудрический стиль. Сказал, сказал, сказал. Сказал, полагаясь на добрые дела свои, выходите вы в час, который вовсе не время для пути. Сказал ему Раби Шимон, а ты кто такой? Отвечал, я посланник сотворенным. Сказал ему мудрец, а почему лицо твое... И здесь говорится злое, в тексте написано Мешане, почему лицо твое иное, изменено. Это удивительно, потому что... Как он видит, да, какое у него лицо обычное. Но злое, возможно... Ну вот здесь дальше идет фраза, в комментарии переводчика, или огорченная. Мешане. Сказал ему ангел, от глупых слов, которые я слышу от смертных каждый день. Сказал мудрец, какие же? Сказал ангел, вот ребенок, которого вы ввели в завет Иврама сегодня, у меня уже есть указ забрать его на тридцатый день от сегодняшнего. А отец его поил, вас приговаривая петь, это доброе вино, ведь я уповаю на Господа небес, что буду им же поить на свадебном беру. Я услышал это и загрустил, ведь ваши молитвы могут отменить приговор. Сказал ему мудрец, жизнью твоей заклинает себя, чтобы ты показал мне мой приговор. Отвечал ему, я не властен ни над тобой, ни над товарищами твоими. Спросил его, Рабишимон, отчего же? Отвечал тот, потому что каждый день вы трудитесь над изучением Торы, соблюдением заповедей и занимаетесь благотворительностью. А Святой Благословен, он добавляет дней к вашей жизни. Сказал Рабишимон, да будет воля перед Святым Благословеном, чтобы как ты не властен над нашими указами, так и не будет у тебя власти приступить наши слова и просьбы о милосердии к небесам, чтобы жил ребенок. Да, история очень интересная, ее много очень раз, она очень-очень известна, много раз ее анализировали с разных точек зрения, в разговорах об английском, если она очень часто встречается. Но она для нас, опять же, важна с той же самой стороны, что это некоторый следующий этап изменения традиции. мы видим, что никуда не деться вот от этого ощущения, что опасно ночью ходить по дорогам, потому что, да, не только люди, но и некие существа. И дальше там большой, на самом деле, очень набор мне попадался, я не стала это сюда вплетать, да, потому что это уже такая сильная муховая вещь, да, то есть как ловить существ, которые приходят ночью к кроваткам, да, вы знаете эту историю, а я не рассказывала ее, потому что с лили связано. Нужно посыпать вокруг кровати муку, и обязательно будут куриные лапки утром, да, то есть, значит, кто-то там ходит с куриными ногами. Вот, и... Это выходит в такой вот фольклорной поэтической форме, да, то есть уходит удивительным образом. Что мы с вами опять видим? Вот это мифическое представление, мифологическое представление о существах, которые населяют этот мир, существуют параллельно с нами, да, оно уходит в эпоси, и оно снова вылезает в фольклории, в поэзии, потому что оно уже не системообразующее для нас, да, то есть для людей, которые перешагнули через миф в эпос, и вышли из него уже на новый уровень, на поэтический, на литературный, да, для нас, если из нашего... Вот что такое, мы с вами говорили о базовом мифе, да, базовый миф, его структурные части нельзя вынуть, если их вынимаешь, то система рассыпается, нельзя вынуть избранничество, нельзя вынуть дарование закона, дара вечно, да, нельзя ее туда вынуть, дарование дары, мессия нельзя вынуть, а историю, например, с Ганетом можно вынуть, и структурно ничего не изменится, да, там какие-то вещи это повлияет, но в общем не глобально, а из христианского мифа нельзя, то есть мы вот с ребятами, которые остались после занятий тогда, мы говорили, что христианский миф – это тоже миф о воле Бога, но там смещается акцент, да, то есть там миф прошлого – это грехопадение, миф настоящего – это искупление, миф будущего – это второе пришествие, да, то есть тоже мессиянское, но идея та же – воле Бога, потому что Бог хочет, да, и в исламе тоже воле Бога, но смещаются акценты, и внутри этого мифа выбираются именно разные сюжеты, которые получают удельный вес, и вот здесь уже мы видим, да, что представление вот об этих демонических существах вынуть можно, ничего, никак нам не жарко, не холодно будет от этого, но нам будет, ну, так скажем, чуть менее интересно, да, то есть на их мир станет более плоским немножечко, и это как раз то, что оживляет традицию, делает её объёмной. Следующий, да, вот последний уровень, который я хотела бы с вами разобрать, вот эта вот идея Бога, да, как он себя инкорпорирует, и что потом происходит с ним дальше. Зрелый монотеизм, да, это когда других Богов вообще нет, да, то есть человек, который осознанно верит в то, что Бог един, для него других Богов не существует как факт, да, вот всё, что там люди говорят, ну вот, там, может, это, ну, он так улыбнётся, скажет, ну, нету их, да, это мне всё равно, чтобы там говорить, что у меня на голове зелёные волосы, я знаю точно, что они не зелёные, да, и вы можете считать по этому поводу что угодно, это ваша проблема. А, простите, их нет, в принципе, или как Богов, потому что апостол Павел говорит, что вот есть другие, но они как бы злые духи, то есть там... Зрелый монотеизм, кристаллизованный, их нет, да, Бог один, Его воля, Он один, Он создает этот мир, и всё остальное, да, это не так. Нет, а там мысли, что их нет как Богов, они есть как злые... Ну, как творения какие-то, да, там, подчинённые, может быть так вот, но как высшее начало, единое, которое власть имеет на всём. Это вопрос власти, на самом деле, могущества. Вот, и они не особо рефлексируются, да, и поэтому, как следствие, в зрелом монотеизме нет ревности и нет нетерпимости. А мы видим с вами что? Что один из эпитетов Бога Израиля, какой? Канай. Эль Канай. Бог ревнитель Ян, да, Он говорит. Эль Канам. И вот это очень важно для библейского представления о завете этот эпитет. Бог ревнитель. Не только иудейском, кстати, но и христианском тоже. И почему, да, потому что, во-первых, всё-таки остаётся вот эта вот идея соперничества с другими богами. Я ревнуюсь, что вы уходите туда. Да, вы жена неверная, если неверная жена куда-то уходит, она ходит, если жена уходит просто в парк на лавке посидеть, никого не волнует обычно. Да, если она уходит к другому, вот тут начинается проблема. И вот это ревность. И дальше эта идея ведёт к идее ревности людей о боге. мы видим Элиазар, ревнитель закона, Петхаз, ревнитель закона. И вот это вот такая категоризация монотеизма, важная очень, да, потому что мы с вами говорим об очень тонком моменте, о потенции, которая заложена в идее, и о её реализации, да, потенциально ревность, нетерпимость в монотеизме заложена. Но вынимать это оттуда, да, это уже другое дело, вовсе не обязательно, да, это вынимается. И мне попадалось, по-моему, это тот же Асман, да, он об этом пишет, но, может быть, я здесь боюсь ошибиться, идея о том, что та нетерпимость, которую мы видим в тенахической традиции, книг Иисуса Новина, прежде всего, вот эта вот идея священной войны, идея Херма, наложенного на народы, на города, да, и Иерихон у нас истребляется по Херму, как заклятый, заклятый город, посвященный Богу, ревность движет Богу. Это некоторый конструкт, да, опять же, то есть это нужно показать, чтобы донести вот эту вот идею ревности, чтобы усилить идею единственности, единичности, да, но вовсе не обязательно, что так было на самом деле, кстати, то, что мы и видим как раз. И вот это интересно, да, потому что если мы смотрим на книгу Иисуса Новина как такой некоторый назидательный конструкт, да, то есть это совершенно другое, это снимает много вопросов. Таким образом, завершаем, наконец-то разговор о Боге и Богах. Что мы с вами видим? Мы видим, что древняя полиэтеистическая традиция не просто очень богата, но очень живуча, настолько живуча, что ее отринуть нельзя, ее можно принять, ее можно сделать своей. Вопреки идее о том, что одна из отличительных черт монотеизма это нетерпимость, монотеистическая система оказывается довольно гибкой, просто проявляет эту гибкость иначе, чем полиэтеистическая система. Вторая мысль, да, что чистый, такой вот ревностный монотеизм в значительной мере, как я вам говорила, это идеальный конструкт, и он возникает, с одной стороны, как закономерное развитие полиэтеистической системы, как видно из параллельных традиций, с другой стороны, как система самосохранения в условиях кризиса, для того, чтобы перешагнуть через кризис, ну, чтобы была очень четкая идеология. И третья мысль, которую я пыталась вам показать, и еще мы будем говорить об этом же на других примерах, что принятие и сохранение этих архаичных элементов внутри монотеистической традиции дает ей объем и живучесть, позволяет перекидывать мостик через разрыв между идеальной исторической памятью, которая оторвана от реальности, и реальной реальностью, в которой люди жили, в которой люди живут, которая нам дается в ощущениях. Вот, теперь мы с вами ровно то же самое увидим на другой идее, на идее о представлении, идее о святости мест, да, представление о святости мест, потому что тоже идея такая, прям вот яркая. Хрестоматийная идея у нас какая? Какое у нас место? Священное? Один бог, один храм. На самом деле связь довольно неочевидная, потому что идея одного бога вовсе не обязательно требует одного места поклонения. Одному и тому же богу можно поклоняться в разных местах. Могут быть более почитаемые места, могут быть менее почитаемые места, но бог один и тот же. И вот эта вот идея, которую мы видим в библейской традиции, которая формируется постепенно, что один бог и одно святилище, исключающее другое, оно довольно революционное, довольно радикальное. Опять же, к ней нужно было прийти не просто так, давайте мы сделаем одно только святилище, вот у всех так, а вот у нас будет иначе. И опять же, я хочу начать с некоторого такого теоретического экскурса, гораздо более короткого, потому что многие вещи мы уже проговорили. Вы представляете себе визуально картинку Иерусалим сверху, да, как выглядит храмовая гора, старый город, но я не стала делать, потому что, в общем, такое, я думаю, что у вас у всех в голове это. Храмовая гора, Харавашариф, Гарабайт, она практически пустая, и она практически не менялась. Если вы возьмете фотографии, рисунки за век, вот как начинается фиксация, да, такая более-менее, то вы увидите, что город вокруг динамичен, он меняется, даже старый город, вы знаете, что убирался, например, Бухарский квартал, при этом квартал появился Плаза, то есть там раскопки какие-то ведутся, ну, как-то что-то там изменяется, а вот эта вот точка, она остается веками, тысячелетиями на самом деле, да, почему? Потому что место сохраняет свою функцию. Как это было, святое место, много веков назад, так оно и есть. И в древних городах это очень заметно, города разрушаются, перестраиваются, они меняют религию. Иерусалим очень показательный в этом плане пример, потому что Иерусалим несколько раз проходил переформатирование, если можно так сказать, да, то есть сначала он был иусейским, потом он стал иудейский, потом он стал византийский, христианский, потом он стал мусульманский, и каждый раз это было обращение города в религию. Начиналось с милосимволов, но место это возводились постройки, да, какие-то на нем. Но, в общем, глобально суть его оставалась прежней, это было святое место, и это было возможно, и это есть возможно также, да, почему? Потому что в основе лежит именно мифологизация места самого. Мы это видим и на других примерах. Старые соборы, например, в Европе, они строятся на местах, иногда еще дохристианских даже храмов, они могут перестраиваться сколько угодно раз. Я опять же боюсь соврать, я читала про Шарцкий собор, историю Шарцкого собора, и, по-моему, там 14 реконструкций в родном этом же месте, да, то есть и друидское святилище лежит в основе. Это тот же самый пример. Это, опять же, не связано с исторической реальностью, это выражение значимости события, возвращение к мифу. Мы говорили с вами о том, что реальность, по идее, ну, как бы существует, вне зависимости от нашего воли изъявления, то, что имеет собственное бытие, так в нашем мире принято толковать слово реальность. Но проблема в том, что если мы не говорим о законах физики, о законах химии, то есть то, что мы называем реальность, данная нам в ощущениях, и вот это вот как раз не всегда будет совпадать, то, что будет реально для одних, не всегда будет реально для других. И для правильного понимания реальности нужно понимать, как эта реальность конструируется. Есть чудесная книга, я ее включила в библиографию вам, ее написала Анрия Лефевна, называется «Производство пространства». Вот она ровно об этом, и она большая довольно, и я хочу несколько важных тезисов, в общем, к чему вся эта книга сводится. Это несколько характеристик пространства вообще и священного пространства в частности. То, что стоит всегда держать в голове, когда вы разбираете какое-то описание, текст, неважно, реальное, существующее, ныне священное место, то есть вот анализируя священное пространство, нужно это понимать. Во-первых, пространство, любое пространство – это продукт культуры. Это совокупность некоторых связей, которые взаимодействуют, взаимодействуют на разных уровнях. То есть пространство – это продукт культуры. Это следствие некоторого воли изъявления людей. Во-вторых, пространство описывается кодами, которые создают тексты. Священное пространство очень часто связано с текстом, который его описывают. Это может быть литературный текст, это может быть устный текст какой-то, но описание – это важно. Третий момент – реальность пространства энергетически насыщена. И вот это как раз очень важно. Я не химик, не биолог, я не понимаю, как это действует, но я много раз с этим сталкивалась, что люди, попадая в пространство, в священное пространство, они испытывают некоторые чувства. И вот мы говорим об энергетике места, вот тут мне не энергично, а тут мне энергично. И вот это как раз тот субъективный фактор, о котором я говорю. И в священном пространстве много людей испытывают вот это вот ощущение, иерусалимский синдром основан на этом. В голове, в голове, да. В голове, в голове, а почему? В полете ничего не почувствуют. Конечно, я говорю, что я не химик и не биолог, нужно быть химиком и биологом, чтобы понимать этот процесс мозга, почему так происходит. Это происходит, это связано как раз вот с теми текстами, которые окружены, с теми идеями, которые существуют в окрытого места. И это влияет. Очень важный момент следующий – пространство дискретно, оно делится на идеальное и реальное. Это характерно и для обычного пространства. Например, у нас есть в голове у всех идеальная квартира, как наша квартира должна выглядеть. Но реально, это не всегда так далеко. А священное пространство тоже так всегда. То есть мы видим представление об идеальном Иерусалиме, об идеальном храме, о чем угодно. И как это есть реальное? Физическое и небесное. Вот эта идея, которую прекрасно сформулировал Аугустин, хотя не он ее придумал, и не только у него это есть, та идея у двух градов. Град земной, град Божий, Иерусалим земной, Иерусалим небесный. Любое священное пространство таково. Нам этот пример ближе. И еще один момент. Пространство структурировано. Есть центр, есть периферия. И любое пространство. У нас в доме, в квартире есть центр, где мы тусим. Если большая квартира, как-то легче выделить, когда маленькая. Ну, там кухня, например, часто какое-то троение происходит, больше на кухне. Ну, правда жизни. Священное пространство тоже. Всегда, в любом храме вы увидите, вот эта вот градация, вы увидите то, что, может быть, разная причина, разная идея, но центр будет всегда. И я бы сказала еще, Лефевр об этом не говорит, но я бы добавила еще, что это пространство целостно. Священное пространство, его нельзя разделить, нельзя сказать, что, ну, ребят, вот у вас это самое святое, давайте мы вам вот это самое святое оставим, а остальное все там будет другое. То есть пространство, священное пространство нельзя разделить. И это как раз ведет вот к таким вот острым спорам о том, кому будет принадлежать то или иное место. Да, это не только Иерусалим, конфликт вокруг храмовой горы, это и мечеть Бейбарса, например, в Индии, где был храм Айоптхи, храм Раман, где родился Раман, там потом Бейбарс построил мечеть, и вот у них там теперь идет индуистско-мусульманский конфликт вокруг этого места. Вот, и есть такие места, просто какие-то более острые, какие-то менее, но это связано как раз вот с этой вот целостностью. И последняя идея, что, соответственно, есть кто-то и что-то, кто это пространство формирует. То есть есть люди, традиция, которая пытается оформить, сказать, что это будет так, это будет так. То есть почему-то пространство именно такое, какое оно есть, священное, ну или священное, неважно, он говорит, или февр говорит о любом пространстве, мы говорим о священном, потому что нужно, чтобы оно было именно таким. Таким образом, вот это вот все ведет нас к идее о том, что священное пространство, Иерусалимский храм, в частности, это продукт культуры, описанный кодами, реальность которого энергетически еще как насыщена, он дискретен, он структурирован и явно идеологичен. Как это все теперь работает, мы с вами будем посмотреть. Если постараемся выделить этапы развития вот этой идеи, то мы заметим две линии, опять же, мне нравится отбеживать линии. Мир Челяга, вы знаете книгу священное мирское, настольная книга для людей, которые работают с идеей священного и профанного, так же, как Мэри Дуглас, тоже про это же. Он говорит о двух типах святилища, существовавших издревле. Это удаленное святилище, когда люди где-то живут и ходят по логическому куда-то. То есть у них жизнь здесь такая вполне себе стекулярная, но когда им нужно обратиться к Богу, они идут куда-то. Мы видим это в Библии, где удаленное святилище. Нет. Это потом, вы сильно перешагиваете. Это потом. Это уже когда настало дни. Шило. Это тоже по модели храма. То есть есть некое место, да, это переносной святилище, это вторая модель. Это скини. Синай. Очень хорошо. С чего начинается исход? Отпусти нас, мы пойдем послужим нашему Богу. Он не задает им резонный вопрос, а почему вы здесь не послушаете вашего Бога, зачем вам куда-то идти? Вот послужите, вот вам полярно, там вы служите здесь. Потому что он понимает, что есть идеи, у них вот так устроено, у них есть удаленное святилище, и не обсуждается даже этот вопрос. Но если вы посмотрите религию патриархов, то вы найдете там тоже. Религия патриархов это другая религия. Где там, например? Бетель. Бетель, отлично. Лус назывался он раньше, потом он стал называться Бетель или Вифиль, где преснил святый сон. Святое место это, а я не знал, сказал он. И туда начинается паломничество, и Вифиль становится одним из священных мест. Еще. Неаполимая Купина. Неаполимая Купина, да, тоже такое место. Гора, моря. Безусловно. То место, ты пойдешь в то место, говорит ему Бог. Старь, возьми сына твоего, единственного твого, возлюбленного твоего, и пойди в то место, которое я укажу тебе. Опять же, он выводит вот эта вот идея, что святилище, где-то там. И эта идея сохраняется, потому что народ кочует, патриархи постоянно ходят, да, и они возвращаются все время к тому или иному месту. Эта идея, она не уникальна, она есть очень у многих кочевых народов. Она и не у кочевых есть тоже, но у кочевых она тоже есть, потому что мы видим, как они возвращаются к какому-нибудь священному ручью, например, к священной рощи. Это сохраняется до сих пор, мне рассказывала моя учительница Анны Винишны, Шмайна Великанова, знает тот из вас свою возможную, да, историю о том, как они с мужем один раз обладели в пустыне, в иудейской пустыне, и уже приготовились к верной смерти, но их встретил бедуин. и отвел их в оазис. И прежде чем их кормить, он отломил и кинул в ручей хлеб. Она говорит, это вы зачем селали? Он говорит, мы всегда так делаем, наша семья здесь служит. Это посульманская традиция, тоже монотеистическая, как бы, на секундочку. Но они уходят, они кочуют, они приходят, служат и уходят почевать дальше. Да, вот эта вот идея удаленного святилища, которая была, есть и будет всегда. Это то, что лежит в основе паломничества. У нас тут тоже есть что-то, но нам важно сходить туда. Почему? Потому что то место, а не на святости, вот, градация святости, там гораздо круче. Вторая идея, это переносной святилища, идея, которую пишет Элиады. Мешка, скини, происхождение слова, кто знает, значение. Шахина, шахин, шахин, пребывать, пристанище, место, где пребывает нечто. И это же, кстати, могила. Исход 25, 8, когда Бог говорит Моисею о том, что нужно построить скинию и устроить они мне святилище и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов, так и сделайте. Место, где я буду обитать среди них, это очень важный момент. он будет там все время, не удаленное святилище, где-то там вы будете ко мне приходить, но я буду с вами. И снова, очень важно для нас, то, что это появляется в контексте исхода и контексте закона. То есть, это снова вопрос самоидентификации и вопрос, соответственно, перемены, трансформации. Бог теперь не где-то там, куда можно ходить, а Он идет с нами и Он ведет нас как столб и мы нещем его с собой, как подножие ног его. И это храмовая идеология уже. То есть, вот эта именно ветвь, она приводит потом к Иерусалимскому храму. Что именно пребывает? Я буду пребывать. Но что именно? Как именно я буду пребывать? Это большой вопрос. Мы видим, что идея меняется. Это я просто скажу вам места, где посмотрите сами, чтобы не тратить время. Второзаконие 12.15 это имя. Второе царство 7.13 это, по-моему, тоже имя. Третье царство 8.11 это слава. Третье царство 8.11. Ну и книга Языкиилия это тоже слава. Вы помните этот образ, как слава Божия встала, покинула, переместилась, потом вернулась. То есть, вот это вот образ шхены. А столчик, который идет в пустыне, это Аггел. Не скажу, скажу, что я буду идти среди вас с толком огненным. Это как раз этот образ огненного Бога. И вот эти изменения, как раз почему, где-то имя, где-то слава, да, почему Хашем становится обозначением Бога, да, имя. Мы с вами об этом немножечко говорили, это то, в чем он пребывает. Вот эти изменения напрямую связаны с изменениями представлений о Боге. Но это неважно, опять же, суть в том, что он с нами, и не нужно идти куда-то к нему, но следствие этой идеи, да, это то, что мы теперь сами должны быть достойны пребывания. И на этом основан кодекс святости. Будьте святы вы, ибо свят я. Да, и во второзаконии поразительные вот эти вот описания, устройство стана, на меня всегда очень умиляло вот это вот место о том, как нужно устроить отхожее место, да, почему не нужно гадить по Садистану, потому что я пойду ночью, и что будет, как вы себе это представляете? Да, очень поразительно живое, чуть ли не телесное представление, да, вот об этих вот, об абстрактных силах. Это характеристика древности этого представления, да, что вот эта сила, она физически осязаема. Мы будем, опять же, это видеть еще в нескольких случаях. Да, и на самом деле вы были правы, когда говорили о том, что для большинства людей храм остается тем самым удаленным святилищем, но это потом, когда он насел, когда прошла реформа, да, когда все это удалили, другие места, когда он победил соревнования на самое святое место, возрождается вот эта вот идея удаленного святилища, к нему нужно идти три раза в год, песок, сукот и шивот. На самом деле происходит некоторое такое вот совмещение реальности, да, он удален и образуется вектор, и с другой стороны на самом деле происходит растягивание, то есть старт вот этот, который шел по пустыне и среди которого был Бог, он теперь просто большой, да, это не потому, что у нас удаленное святилище, а потому что старт большой и в центре этого святилища должен стоять храм. Об этом говорит тот образ, который есть в книге «Языки» и вы, если вы почитаете опять же внимательно, то там большая часть, вторая половина книги, она посвящена обустройству вот этого вот нового священного пространства, и там прямо по линейке разделены колена, да, как ровные такие вот кусочки, посередине именно находится святой участок, он не называется там храм, не называется Иерусалим, кстати, обратите на это внимание, называется святое, святое, святое удел. Вот, и это не мыслится как удаленное святилище, это идея как раз стала, в середине которого находится святилище, которое мы привезли с собой, оно просто теперь осело. Вот, и важный очень вопрос, да, ну, я бы сказала, несколько здесь есть важных вопросов, во-первых, как он стал один, но для того, чтобы к этой идее подойти, нам нужно понять, почему храм вообще там, где он есть, да, то есть, почему именно это место из всего обилия священных мест, почему именно Иерусалим выбирается святым местом. Какая обосновывающая история, кто помнит? Домица сделала эндурат. Не, не сделала город, минуточку, да, сделала восстанец. Все времена могли. Мехиседек. Очень хорошо, еще что помните? Время странский евро, армам. Да, это история с Мехиседеком, да, мы пока что ее оставим, да, хорошо, но вы верно помните, это все, да, в одну кучу, но валите, сейчас пока что сюда, мы это потом разгребем, очень хорошо. там, где Абрам собирался и принял жертву. Кстати, как называется гора, на которой стоит храм? Силон. Еще. Масличная это в стороне. Хориседек. Она называется либо Силон, гора Силон, да, это правильный ответ, либо называется гора Мариа, если спросить, на какую горе стоит храм, ее название гора Мариа. Да, но на самом деле далеко не факт, да, то есть это, это опять же, вот некоторое совмещение, я не хочу об этом говорить подробно, если кому-то очень интересно, я опять написала статью, как изменилась, она есть в интернете, на академии в моей страничке, там она вылазила, я все выкладываю, что есть, я очень мало пишу, я такой неписучий человек, вот, но вот про это, когда меня это, мне жгло это просто душу, и я, как говорится, если ты хочешь узнать какое-то что, тогда про это нужно прочитать курс, что мы сейчас делаем, мне просто было очень интересно, вот, либо написать про это статью. И вот мне было интересно, как формировалась идея Сионы, как это совмещалось, почему это Сионы были одновременно, и я написала статью, вот, посмотрите, мы сейчас немножечко об этом будем говорить, но там подробнее. Вот, вы стали говорить о Давиде, вот здесь вот ближе, с точки зрения такой официальной идеологии, это ближе, это книга Вторая, Царств, 24-я глава, помните, у них случился мор, из-за чего? Перевис, грех Давидов, Давид сделал два греха, какие? Списария и перепись, да, и вот за перепись, это, кстати, на самом деле большой вопрос, почему нельзя перепись, почему нельзя считать. Потому что ты знаешь свои силы, начинаешь на себя обменить. Да, может быть, но вот опять же что-то хоть, ну вот что-то такое там должно быть еще тоже такое вот непростое, да. простите, я читал в одном тематическом комментарии, что собственно перепись могла быть только одна, это исчисление колен во время исхода, после этого конечно перепись запрещена, да, не человеческому материалу. Он все-таки решил посчитать его человеческого царю, стратега, и пошел морд, и он сам выбрал, да, то есть мотив выбора, наказания, такой вот сказочный, фольклорный. Послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени и умерло в народе от Дана до Версавии 70 тысяч человек. Обрастил ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедстве и сказал ангелу, поражавшему народ. Довольно. Теперь опусти руку твою. Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Вусянина. Гумна Орны и Вусянина. Важный момент. Но на самом деле этого мало. Место Теофании у нас Вифиль, как сегодня было отмечено, у нас Синай. То есть почему именно это место? То есть должно быть что-то еще для того, чтобы из тех мест, Мамрея у нас в конце концов тоже там странник, отриангелы пришли. Бог является в разных местах. Должно быть что-то еще, что-то очень веское, что-то растущее из народной памяти, потому что я вначале случайно начала с Лефебра, который говорит, что священное пространство это конструкт, продукт культуры, совокупные связи, которые возникают и воздействуют друг на друга на разных уровнях. Вот что-то нужно такое, чтобы усилить это место. И теперь важный вопрос, откуда взялся Иерусалим. в еврейской традиции. Как он пришел туда? Вы сказали об этом? Повторите. Это чей-то город был. Не чей-то, он был Иерусалимский. Равнодаленный и все разумеем, чтобы все могли... Ну, не равно тут удаленный, если вы посмотрите. Вот, это уже близко сюда. Значит, Давид отбивает Иерусалим о Иерусалиме, об этом мы читаем во второй книге Царств, в пятой главе. Давайте так вот посвяжите быстренько, тут мало. Вторая царств, пятая. 7-10. Но Давид взял крепость Сион, отсюда название, город Давидов, и сказал Давид в тот день, всякий, убивая Егусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида, посему, говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от мелов внутри. То есть вот здесь мы оставим сейчас в стороне почему слепых и глухих, обставим, прошу прощения, слепых и хромых. Почему Иерусалим и Сион, Сион, из-за чего вдруг он так уцепился за это место, почему он отбивает этот город, это не единственный евросийский город, и он захватывает много, и у него столица была в Хевронии, как вы помните до этого, тоже не так себе место, там грабницы в могиле патриархов, то есть там значимое место. Это не плодородные красивые места, есть гораздо более плодородные красивые, есть гораздо более выгодно расположенные к точке стратегической, есть гораздо более хорошо снабженные водой места, там есть источник, с этим не поспоришь, но есть для комфортной жизни гораздо более приемлемые места. Это не самая высокая гора, если вы посмотрите, опять же, есть топографический такой вот срез, вы увидите, что гороскопус, которая рядом, гораздо выше, что Масличная гора, она гораздо выше, которая рядышком, что даже гора Сион, западный холм, так называемый, куда потом расширяется Иерусалим, который не был изначально часть города, это там, где сейчас мы могут, где и Сион сейчас, где армянский квартал и церковь, Сионская горница где. Он тоже выше, да, то есть вот эта гора, на которой стоит храм, она не самая высокая там далеко, неочевидный выбор, да, но вот почему-то он выбирает это место, единственный ответ, который приходит в голову, да, что это место уже было значимо, там уже было что-то, что имело вес и имело ценность, и захватывая город, Давид не мог его разрушить, потому что опять же есть законы преемственности пространства, законы преемственности святого пространства, мы говорили об этом, повторюсь, когда захватывается город, если разрушить святыню этого города, что произойдет? Во-первых, это сразу же вызовет отторжение, вы сто процентов наживете себе врагов, да, во-вторых, место само, оно не утратит святости, культ все равно сохранится, они разрушили, но мы дождемся того момента, когда можно построить и построим снова. да, и поэтому такой более надежный способ завоевать место, это обратить его в свою религию, поэтому церкви обращались в мечети, мечети обращались в церкви, синагоги обращались в церкви, мечети, да, не только по утилитарной цели уже есть пространство, где можно собраться и молиться, а завоевание, столбление пространства таким образом. И есть вот эта вот идея обращения святилища, мы не видим в библейском тексте обращения святилища, потому что это невозможно, да, то есть бог Израиля такой исключительный, он единственный, да, и с точки зрения монотеистической идеологии он не может наследовать, он должен прийти и основать. Но с точки зрения преемственности, с точки зрения народной памяти, вот того, о чём мы говорим, культурной памяти, должна быть интерфорация какая-то. И мы знаем, опять же, это в какой-то мере, в значительной мере, это реконструкция, но она на достаточно твёрдые вешки опирается, как мне кажется. Во второй книге царств же, в восьмой главе, есть очень любопытный стих, на него никто не обращает внимания, если читает текст в переводе, даже на самом деле, если читает на иврите, то как-то проглядывает его вскользь, это восьмая восемнадцать, там перечисляется второе царство, восемь восемнадцать, перечисляются соратники Давида, говорится, Иванея, сын Ядая, начальник над хилифеями и филифеями, ну, некий целохранитель, да, Давида, и сыновья Давида первыми при дворе. Не верьте глазам своим, там написано, убней Давид, коганим гаю, убней Давид, коганим гаю. И сыны Давида были священниками. Да. Ну, секундочку, да, что это за странная такая вещь? Как с Иване Давида могут быть коганим? И вот здесь как раз нам нужно вспомнить историю, о которой вы заговорили, Мехиседек, да. Опять же, мы не говорим с вами об истории и археологии, никто не знает, что такое Салим. Есть исследования, есть статьи, принято идентифицировать Салим и Иерусалим, это неоднозначно. И, на самом деле, ну, я бы сказала, что это невозможно доказать. Вот, ну, как я вижу сейчас эту ситуацию. И то, с чем нам приходится иметь дело, это, опять же, культурная память. Да, то есть для нас важнее то, что в культурной памяти Иерусалим и Салим оказываются связанными. Это Бытие 14, 14 глава. Это война четырех царей против пяти, когда там случилась участие с Лотом. Авраам пошел их всех побить, Лота отбить, да, и он победил. И он возвращался после поражения Кедарла Омеры, царей, бывших с ним, и царь Садовский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Он был священник Бога Всевышнего вместе с Салимом. Ну, и дальше вот эта вот история о том, что Авраам уплотил ему десятину, да, и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, и Авраам дал ему десятую часть от всего, и сказал царь Садовский Аврааму, отдай мне людей, но дальше уже не так важно, да, то есть вот у нас выходит Мельхиседек, и Авраам дает ему десятину, и тот его благословляет. еще одна маленькая такая обложка, которая оказывается очень важной, это уже книга Иисуса Новина, на нее тоже редко обращают внимание, но это тоже важно, Иисус Новин 10.1. «Когда Адауницедек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Ерехоном и царем его, и что жители Гаваоева заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, и как один из царских городов и больше Гая, и все жители его люди храбрые. Посему Адауницедек, царь Иерусалимский, послал, да, он собирает себе коалицию царей, чтобы противостоять Иисусу Новину, дальше для нас не важно. Для нас важно то, что Адауницедек, царь Иерусалимский, услышал что-то, да, что был Адауницедек, царь Иерусалимский. Почему я обращаю внимание на этот стих, что вы слышите важного здесь? Что был еще какой-то Иерусалимский царь, относительно которого нужно было продолжить историю? Как звали того, которого вы уже слышали? Первый. Мефицедек. Мефицедек. Царь моя праведность. Малкицедек. Как зовут это? Адауницедек. Господь моей праведности, да. Цедек – это линия рода, возможно. То есть это в одном и том же месте, согласно культурной памяти, есть династия Цедек, есть династия, связанная с Богом. Царь мой, Бог мой, да. То есть вот это вот указывает нам на некоторый культ. Это очень древний миф. Есть царь, священник. Историческую реальность, опять же, вот ее выделить очень трудно, да, здесь. Это вот то, что я сейчас вам говорю, я вам честно говорю, что это конструкт, да, его можно оспаривать, с ним можно как-то работать, да, вот, ну, смотреть. Но он здесь просматривается, на мой взгляд. Это очень похоже на предание о том, что был священный город, в котором были цари-священники, которые были значимы для региона, да, и поэтому и Давид, да, и Соломон, когда им было важно захватить этот город, им было важно захватить этот культ, им было важно принять эту власть. Когда они захватывают Иерусалим, они становятся преемниками вот этой власти, священной царской власти. И точно так же, как великие цари прошлого принимали участие в культах, в тех местах, куда они приходили, да, они становились, мы особенно это знаем хорошо из греческой, из римской истории, когда они становились священниками в каких-то святилищах, да, в египетских, например, в северных, да, в сирийских, там скажем. Вот здесь, видимо, происходит тоже, то есть цари получают вот эту вот священную власть, и это объясняет нам, почему Соломон так странно себя ведёт потом с точки зрения нашего стереотипа восприятия царя. Он принимает жертву, он благословляет, вернее, приносит жертву, он читает молитвы по священию храма, да, то есть вот это вот, ну, как бы с точки зрения традиции второзакония, он явно превышает полновочия, но ему за это ничего, да, почему? А потому что живающая вот эта вот память, да, живо вот это вот предание о царях-священниках, и не разграничено ещё чётко, мы на следующем занятии будем об этом опять снова говорить, да, не разграничены чётко функции. Ещё одна деталь в этой истории, в истории про основание святилища, которое я прочитала из Второй царств, про мор и про ангела, где остановился ангел? Огно, орно. Гумно, орно. Что такое гумно? Это почти как напильник, слово уже забытое почти. Ну, это такой домик, да, место, где сушили и обмолачивали зерно. Для ближневосточной традиции это не просто элеватор, как для нас сегодня, да, куда свезли, оно там лежит до лучших времён. Это место священное. Почему? Потому что зёрна проходят там обработку, часть из них падает, часть прорастает, да, то есть это некоторое священное действие. Это жизнь, это жизнь и смерть. И есть много мест, опять же, вы удивитесь, если вобьёте в поисковик, там, BibleWorks, например, какое-нибудь слово гумно, и вам высыпется набор текстов, да, вы удивитесь, в каких контекстах оно всплывает. Оно, опять же, в русских переводах бесполезно делать, потому что оно исчезает в некоторых местах, да, но оно появляется как место, где получают откровения. А? Да, 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 верно. Вот как раз книги Судей. В Третьей книге царств, например, вот это как раз там, где исчезает в русском переводе оно. Третий царь, 22.10. Такой светский, в общем, сюжет. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, и сидели, каждый на седалище своём, одетцы в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. Они не на площади у ворот Самарии сидели, они сидели на гумне. Вот. Потому что им нужно было получить пророчество. Идти войной, не идти войной, они искали откровения. Пришли на это место священное, да, для того, чтобы получить откровение. На гумне случается теофания, это вот как раз ангел, так как-то является и встаёт. На гумне случается священный брак. И что за история? Где у нас появляется гумно в контексте брака? Да? Верно. Руфь приходит к Ваозу ночью на гумно. Опять же, это не проговаривается явно, но это подразумевается в этой истории. У пророков гумно появляется в пророческой литературе, у Осии гумно становится образом, таким символом проклятия, а у Иаиля Осия – это 9.1.2. У Иаиля 2.22.24 – это символ благословения, наоборот. Но это, опять же, понятно, когда гумно оскудевает, это значит голод и всё плохо. Когда гумно полно и точится, и зерно сыпется, это значит, что всё хорошо, это благословение. Это место суда у Исаии на гумне будет суд. Оно связано со смертью. Мы видим несколько образов, опять же, потому что зерно умирает. Бытие 50.10.11. И дошли они до Горен Гатта при Иордане. До Гумна они дошли. И плакали там, плачем великим, весьма сильным. И сделал оси в плач по отце своим семь дней. Когда умирает Иаков, они садятся на гумно и его оплакивают. Это поразительно. То есть почему из всех возможных мест, почему они сидят живу, грубо говоря, на гумне? Это смерть. И Иов 5.26 тоже поразительная книга, сохранившая очень древние образы и мотивы. Иов 5.26. Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Гумно оказывается гробом зрелости. Опять же, мы понимаем, почему. Я сказала уже об этом несколько раз. Верно гибнет, прорастает. Через брак с волосом на гумне Руфь преодолевает смерть. Потому что история начинается с чего? С того, что у нее нет детей. Она практически под каретом. То есть она отрезана. У нее умер муж, она бездетна. И вот, чтобы это перешагнуть, нужен вот этот новый брак. И кто рождается у Руфи потом? Чей она становится прабабкой? Давида. Династия Давида зарождается на гумне. Вот это поразительно. И гумно очень важно, гораздо важнее, чем нам на первый взгляд кажется. И мы видим, как в предании, обосновании храма стягивается воедино святость места, священство царское, гумно, смерть и жизнь. И мы понимаем, что вот это представление гораздо более насыщенно, чем кажется на первый взгляд. И в какой-то момент миф гумна превращается в миф храма. Мы видим ровно то, что видели раньше. Эпос о храме, предание о храме, берет миф, трансформирует его. В итоге он перестает его понимать. Потому что мы не понимаем в эпосе, почему ангел остановился там. Ну потому что так захотелось. Бог ему так сказал, он остановился. Но почему именно там? Это ускользает и наполняет новым смыслом. И основа здесь – это культ плодородия, видимо, культ предков. Фрезер – небольшой знаток еврейской религии, но прекрасно понимавший природу мифа и прекрасно понимавший греческую традицию. У него есть статья, она входит в англоязычный сборник «Золотая ветвь». Вы знаете, что это на самом деле большое сочинение, не одна книжка, как у нас в переводе. У него есть часть, называется «Адонис Атис Асирис», и он разбирает культ Адониса там. И он пишет, в частности, об Иерусалимском храме. Мне кажется, здесь он может быть близок к истине, он даже называет культ. Но я бы так не решилась прямо, но, может быть, он прав. Он говорит, что когда-то Иерусалимский, вот этот вот древний храм ивусейский, он был культом бога плодородия, он был культом Адониса или Томуза. И именно поэтому к этому культу время от времени возвращаются иудеи. И подтверждение этому мы находим в книге Иезекииля. «И привел меня ко входу во врата Дома Господня». Вы помните сюжет, что Иезекииля переносит ангел, показывает его в разные места. «И привел меня ко входу во врата Дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Тамузе». С чего вдруг женщины в Иерусалиме в храме сидят и плачут именно по Тамузе? Почему они не выбирают культ Баала или кого-нибудь еще? Там есть много достойных богов в ближневосточном пантеоне. Они почему-то выбирают именно Тамуза, Адониса. И, возможно, Фрезер на это обратил внимание. Я не знаю, может, кто-то об этом еще писал. Но вот я это восприняла от него. Культ память сохранялась, да, вот об этом культе плодородия там. И к нему поэтому скатывались. И поэтому Астарта там доставится тоже. Это пара Тамуза-Астарта. — Похоже, мы с Элю Торченко это слышали. И он говорит, что это не столько культ плодородия, сколько культур действительно вместили в свою жизнь и смену. — Да. А плодородие есть жизнь и смен, конечно. Да, да. Оно невозможно одно без другого. Чтобы родиться, нужно умереть. Вот. И вот эта мысль нам как раз очень хорошо понятна. Власть, основанная на путь плодородия, это очень важно, это понятно. И что царь у вас очень часто отвечает как раз за плодородие. Поэтому царя взяты должны быть дети, да. Он должен быть плодороден во всех смыслах. И если вдруг поля не родят, кого идут убивать? Царя. Царь плохой. Плохо болит. Он плохо выполняет свою функцию. Вот. И это прекрасно соответствует идее о наследовании древнего святилища, удалённого, видимо, для многих, да, потому что туда, скорее всего, приходили. И оно становится центром системы, вплетаясь вот в эту вот еврейскую иудейскую традицию исхода. Мы видим, да, что, читая книги царств, мы видим интересную очень эволюцию, и, ну, потом вот зная, отслеживая историю, да, что происходит, читая пророческие книги, мы видим, что святилище изначально очень тесно связано с царской властью. Кто инициирует строительство храма? Синомон. Ну, инициирует, да, иниции, да, его навязчивая идея, он всё мечтает всякими построить, Бог говорит, нет, ты не построишь, ну ты ладно, уж подготовь место, да, построить другой. Но Давид хочет очень построить и строить Соломон, и он же посвящает, да, то есть храм – это такой вот, это инициатива царской власти, Бог принимает. И мы потом это видим очень часто в христианской традиции, вы видели, может быть, фрески, где цари посвящают храмы, да, например, Константин Великий держит Святую Софию в руках, да, и приносит её, да, Богу. Это тот же самый образ. Царь для того, чтобы войти в века, должен построить что-то великое и прекрасное. И лучше всего, если это будет какой-то прекрасный, великий храм. Что движет Иродом, когда он перестраивает храм? Мы не величие. Это же самая мысль, он хочет остаться в веках, да, и как ему остаться в веках? Построить храм такой, которого не бывало, он действительно строит храм по меркам древнего мира, выдающийся. Это нельзя недооценивать, и на самом деле ему это удаётся, потому что Ирод входит в историю с эпитетом Великий, несмотря на всё то, что он сделал, как бы там... Не в еврейской традиции. Не в еврейской традиции, а в мировой, да, я имею в виду, что мир его запомнил как великий. Вот, и на самом деле даже, ну, я не хочу сказать, что простили, да, но вы помните вот эту таламудическую историю о том, что Иосиф Владимир об этом пишет, что мудрецы приняли его идею перестройки храма, да, то есть он не смог бы это сделать, если бы традиции, если бы законы учителя не приняли, да, он со всеми согласовал, там всё, они говорят, ну, ладно, да, и к природу относятся негативно, но храм прекрасен, и там происходят чудеса, дожди идут только ночью, да, для того, чтобы могли строить днём, у женщин нет выкидышей, есть очень много историй о чудесах, связанных с храмом. То есть храм, и это, кстати, вплоть до Сталина, да, почему такая активная стройка, почему сотки, но он не мог построить храм, согласитесь, там вплоть до всего, вот, но он также входит как великий строитель в историю, да, потому что вот, ну, запечатлеть себя, все умрут, а сотки остаются. Дворца Совет не построил, да, 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 это идея нужно, это было всегда, это выйдет и неискоренимо, потому что в нас живёт это всё, вот, но проблема в том, что монотеистическую идею строили не сторонники царской власти, да, то есть в какой-то момент начинается конфликт между царской властью и так, про-царская и анти-царская тенденция, мы видим эти две тенденции в книге царств, мы видим это потом в пророческой литературе, и мы видим, что постепенно царская власть слабеет, да, то есть там после Соломона происходит разделение, и дальше цари, которые были, но они ни в какое сравнение уже не идут, даже там на уровне образов, если уж мы говорим не об исторической реальности, а об образах, они не идут в сравнении с теми, что было раньше, и на их место в какой-то момент приходят пророки, но их в полной мере властью назвать нельзя, мы на следующем занятии будем говорить об этом в треугольнике царь-пророк священник, да, и гораздо важнее климат начинают определять священники. Народная религиозность все больше вытесняется официальной, и древний русалимский культ трансформируется, и, соответственно, нужно усилить, нужно обосновать вот это самое место, но чуть-чуть иначе, да, то есть нужно взять какое-то тоже древнее предание, но то, которое соответствует вот этой вот традиции, которая несет новая идеология, которая несет монотеистическая, дифтерономическая вот эта вот идея. И тут у нас как раз всплывает вот эта идея переносного святилища. Почему храм тут? Потому что становился ангел, но следствием было что? Что приносит Давид на это место? Он переносит туда? Скинию. Скинию и Ковчег Завета, что гораздо важнее, да, и поэтому точкой сакральности становится не просто место, место вторично. Ковчег освещает место. Ковчег стоит, от него распространяется святость, и эта идея, она кажется следующим этажом надстройки. Но если мы начнем разбирать, опять же мы увидим, что в ней есть тоже несколько древних элементов, потому что эпос основан на мифе. Просто это параллельный миф. Что мы видим? Во-первых, как я вам говорила, сама идея переносного святилища очень архаична. Она есть у многих народов, хотя выглядят эти святилища переносные очень просто, нигде не несут столбов, шкур, золотых предметов, медное море, большой жертвенник. Нет. Чаще всего до сих пор это есть, это, скажем, какая-нибудь палатка на спине верблюда, ну какой-нибудь там паланкин, ну какой-нибудь там в лучшем случае шатер. Оно гораздо более легкое и простое. Мир Челяда описывает столб, который таскает с собой племя Ахилпа. Ну так тоже можно. Это может быть священный предмет. Ковчег, статуя, камень становится иногда центром. Вот, кстати, в мусульманской традиции кааба это что? Кааба это куб, да, но куб вокруг черного камня, который мурован. Мурован в угол, это священный предмет тоже, да, то есть это культ священного предмета, он становится центром, это в общем тоже идея удаленного святилища на самом деле туда ходит. И вот здесь тоже очень показательно соединение архаичного в священном предмете, я про ковчег сейчас говорю, да, то есть предмет есть реальный, осязаемый предмет, источник святости, ковчег. И есть идея. Какую идею воплощает ковчег? Что там? Завет. Там завет. Но он же что, говорит, будет он под ножем ног моих, да, над крышкой его я буду пребывать во мраке. То есть он основание пребывания Бога. И на самом деле перед иудеями стояла очень нетривиальная задача, как изобразить ничто, как изобразить то, что изобразить нельзя, как зафиксировать то, что зафиксировать нельзя. И это очень нетривиальная задача даже для людей с довольно развитым австрактным мышлением, как мы сейчас. Но я думаю, что мы бы тоже далеко не все справились с этой задачей. И вот это решение, которое находится, то есть вот эти вот крылья херувимов, которые создают рамку и между ними концентрация, как бы вот это вот, это ничто, они держат, рамка есть, но внутри нет. Да, вот это совершенно, конечно, это поразительное решение. Но внутри ковчега лежит закон. Вот то, что мы с вами говорили, в центре религии находится закон. И закон, который есть центр вот этой монотеистической идеологии. Он в центре был всегда, он в центре был, есть и будет, и тут он в центре тоже, в культе центра. Вот, и очень важно, что с этим предметом, с ковчегом, оказывается связанное очень тесное напряжение сакрального. Да, то есть он мыслится, как такая максимальное следоточие сакральной силы. К нему нельзя прикасаться никому. Вы помните, что везде, куда он приходит, начинаются проблемы. Это филистимляне. Они туда лезут, да, там они строят мышей, они строят наросты, да, это такая симпатическая магия. То есть, чтобы, по Фрезеру, опять же, по отцу нашему, чтобы избавиться от чего-то, можно сделать подобное и с этим что-нибудь сделать, да, тогда это уйдет. Подобное порождает подобное в углу на этом, да, построенной магии. А потом он идет в Бейтшемиш и поражает там людей, которые туда заглядывают, да, а потом к нему прикасается Оза, священник. Он ничего не хотел плохого, он хотел его поддержать, но он тоже гибнет. Да, почему гибнут все эти разные люди? Потому что сакральная сила священная, это природа сакрального, просто она не лицеприятная, ей все равно. Электричество все равно, кто к нему дотрагивается, ребенок, взрослый, да, неважно. И ковчег мыслится как вот такой вот сакральный предмет, сильный сам по себе, и к нему так относится. Я вам сделала нечто, табличка, табличка, в которой показаны страствия с одной стороны скини и с другой стороны ковчега. Они перемещаются по стране. И вы глубоко заблуждаетесь, если вы думаете, что они перемещаются вместе. Они путешествуют каждый сам по себе. Если вы нарисуете карту, вот по этой табличке у меня где-то была, но она не прекрасна, поэтому над ней надо еще работать. Вы увидите, что это два разных маршрута, они иногда совпадают, крайне редко. Но, в общем, это два разных пути. Мы видим, что они стартуют на Синае вместе. И потом они разделяются, когда они входят в Ханаан, они разделяются. Ковчег у нас идет ходить вокруг Ерихона, а скини оседает в Галгале. Потом она переходит в село Шило, святилище древнее. И мы видим, что они довольно долго ходят в Шило. И в период, в эпоху Судей, она находится в Шило. И обратите внимание, я писала какие-то свои здесь комментарии, что ясно, что там какое-то святилище в Митспе есть еще, там приносят жертвы, это упоминается. Может быть, там есть скини, а может быть, нет, потому что, может быть, она выходила, а может быть, нет. Вот это не очень понятно. Но, как пояснение раввинистическое, комментарий, да, это в Масехет Завахим, во время пребывания в скинии в Галгале были дозволены бомод, то есть были несколько мест культа. Вот. И потом мы видим, да, что ковчег идет, странствует у Филистимлен, скиния все это время находится в Теломе, в Шило. И потом, да, ковчег приходит в Кириатэорим, а скиния, с ней происходит нечто странное, то есть святилище в Шило гибнет, оно разрушается. Разрушение Шило, это где-то 1100-1050 год, упоминается это событие в 1-й книге царств, в 4-й главе, и упоминается это в Псалмах 77-78, да, соответственно, русская номерация 77-й, в еврейской 78-й, 60-й стих, упоминает об этом Еремия. Шило становится, Еремей 7-1, 7-я глава, 1-й стих и 12-й, 15-й. Образ разрушения Шило становится образом разрушенного в наказание города, такой прообраз разрушения Иерусалима. И археологическое разрушение Шило фиксируется, он находился в руинах где-то 400 лет, но кем, в какой момент Шило был разрушен, точно неясно. Это неясно ни из Библии, ни из археологии. Маймонит, у вас есть цитаты здесь, да, законы храма, пишет так. Войдя в землю Израиля, установили шатер откровений в Гилгале, где он простоял 14 лет. В течение этого времени завоевывали и делили землю между коленами Израиля. Оттуда перенесли святилище в Шило, где построили каменное строение, над которым натянули полотнище, служившее до этого покрытием шатра. И там не было постоянной крыши. 369 лет святилище простояло в Шило. Когда умер Эль-Яр-Коэн, оно было разрушено. После этого перешли в Нову. Там построили святилище. Это тоже важная очень история. Нову. Мы не видим, чтобы там был ковчег, кстати. Скинь упоминается, но где ковчег в это время? Он стоит в Кириат-Эариме, скорее всего, все это время. Но скинь находится в Номве и служит в скинье. И в ковчеге рядом тоже строят, но служит, потому что там построена другая скинье. То есть скинье две на этот момент. А вот скинье без ковчега, тогда в чем? Хороший вопрос. Она разобрала. Хороший вопрос. Сейчас мы к этому придем. Скинье сутвою находится в Номве. Там мы видим, Давид просит о Ахимелях и священных хлебах. Когда он бежит от Саула, он туда прибегает. Там сколько-либо предложений, он ест. Там возникает сложная коллизия. И священники Номва принимают Давида, и за это они потом тяжело поплатились. И потом скинье переходит в Гаваон. А ковчег все это время находится в Кириат-Эариме. Это колено Вениамина, Гаваон. И мы видим, что все правление Давида, они входят в Гаваон. И когда Соломон строит храм, они все равно входят в Гаваон. И потом ковчег и скинье переносят в храм. Когда Соломон заканчивает строительство храма, он переносит ковчег и скинье в храм. Но здесь очень интересный вопрос. Какую именно скинье он переносит? Гаваонскую или ту, в которой стоял ковчег, пока стоял в Кириат-Эариме. Это непонятно. Но дальше, соответственно, судьба какой-то из скиний теряется. О чем вся эта история? Это вся история о том, что мы видим две истории святилища, спрессионные в одну. Мы видим историю ковчега, священного предмета, переносного святилища. Я там и бомба, которую они таскают с собой, чтобы всех победить. И который становится центром святости, источником святости. И мы видим историю переносного святилища отдельно. Они иногда соединяются в исторической памяти, а иногда большую часть существует отдельно. Ваш вопрос был, как вас зовут? Семен. Семен. Да, ваш вопрос очень резонен. И мы видим из этого, что скинье, как священное пространство, функционирует само по себе. Потому что что в ней остается очень важным? Жертвенники. Жертвенники, конечно. Да, то есть в ней остается большой алтарь, в ней остается алтарь воскурения, в ней остается минора, в ней остается столкновые предложения. То есть культ функционирует. И жертвоприношение мы видим, что на самом деле оказывается оторванным от культа ковчега. Они соединяются в храме вместе потом, потому что это некоторый идеал. Но важно, что истории прослеживаются отдельно. По сути, это две разных истории. Да, конечно. Получается, присутствие Бога, которое было там изначально еще с пустыней, оно там так и оставалось без кучего завета, потому что потом она перешла в храм. Видимо, да. Это облако. Это распадение, это распадение традиции. Нам это не написано нигде, да, что, ну, судя по тому, что они там приносят жертвы, да, и судя по тому, что там они служат, и он является, видимо, да, да, то есть это такой же культ. Вот, и эта история, да, что она нам дает? Она, во-первых, она встраивается в предание об исходе из завоевания Земли, потому что это удобно, светильщик переносное, там мы можем нести его с собой. Она связана, что для нас гораздо важнее, она связана со старыми центрами. Когда скиния странствует, да, она как бы вбирает в себя вот эти вот старые центры. Она постояла там, она постояла там. Это как раз то, что Фрезер называет контагиозной магией. Контагиозная магия – это закон соприкосновения. Если предметы когда-то соприкасались, связь между ними остается и потом, да, то, что находилось во взаимодействии, даже если их разлучили, раздвинули, да, они остаются связаны. И на этом как раз основаны очень многие обряды там с волосами, с ногтями, да, вот почитайте какие-нибудь прекрасные заговоры, как получить жениха. Нужно у него отрезать прядку, да, и там с ней что-нибудь сделать, и там хранить ее где-то. Вот, это людям близко, уезжая в страствия, люди берут с собой там что-нибудь, вот. Когда умирает человек, да, как какое-то вот что-нибудь, его хранят. Это вот, это все в основе лежит контагиозная магия, контактная магия. И вот это многостраствовавшее святилище, оно вбирает в себя силу священных мест этих, и оно остается в Иерусалиме, потому что такова воля Бога, это миф о воле Бога. Да, и вот это на самом деле довольно мощный механизм легитимации, да, который вынимает, позволяет вынуть из цепочки традиции царскую власть и заменить ее как раз на то, что нам нужно, на волю Бога. Точно так же, как закон, да, он отчуждается от царя в какой-то момент, Бог дает закон, царь под ним. Точно так же и святилище в какой-то момент, да, Бог отчуждает святилище от царя, и царь попадает под него. И закон, и храм ставятся над царской властью, качаясь в начале, и с тем и с тем они связаны. Последний важный вопрос – это единственность места. Я обещала, что мы к этому придем, вот мы наконец-то дошли. Да, почему одно. Второзаконие 16, 5-6. Не можешь ты заколать Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца и в то самое время, в которое ты вышел из Египта. То самое место – это рефрен, который повторяется во второзаконии. Эта идея формулируется как раз во второзаконии, и ее подоплека такая, что где живут, заколать нельзя, а можно вот только там, в этом святом месте. Это, кстати, нас ведет вообще к разговору о том, что мясо, поедание мяса как таковое, оно было ритуально, то есть заколать можно вот там, да, ты приносишь жертву, и ты частично ешь. И я пока что не очень, опять же, хорошо это понимаю, в какой момент происходит вот это вот разделение, да, то есть я читала много о том, что в древнем мире любое поедание мяса было ритуальным, поэтому нельзя было есть совместно с другими, да, с другими народами, потому что ты неизбежно участвуешь тогда в идолослужении. Когда охот, да, когда охотники убивают, это уже вот некоторые такое вот ритуальное действие. Так вообще же почему-то заесть? Травку, можно. Травку не, а там же перед таразом, вы мне объяснили, что все равно приносится жертва блага. Ну да, да, это, конечно, тоже, но вот про мясо особенно важно, то есть здесь вопрос не еды как таковой, а возможности, мы говорим о возможности поедания мяса, то есть могу ли я просто так его заколоть и съесть, или обязательно, чтобы поесть мясо, должен пойти в Иерусалим, там заколоть, а потом съесть, да, то есть это немножко две разных вещи. Вот, и мы здесь видим про пасхальную жертву предписания. Есть событие, да, вот это вот центральное, Песах, который разрывает пространство и время, когда он становится точкой, в которой община всех времен оказывается соединенной. Да, вот эти вот все три праздника, почему, почему нужно идти в храм? Потому что разрывается пространство и время, не только сегодняшняя община, да, но община всех времен здесь, Песах, Сукорш, Вод, и в конечном итоге любая жертва, потому что любое жертвоприношение – это разрыв пространства и время, это сакрализация пространства, механизм сакрализации пространства и времени. Проблема в чем? Проблема в том, что, как я вам сказала, идея универсальности, идея одного бога, она странно сочетается с идеей о том, что он может принимать жертвы только в одном месте. Более того, да, то, что все важные действия, которые совершались когда-то в разных святилищах по всей стране, переносятся в центральное святилище в столице, это процесс очень разрушительный для религии на местах, потому что очевидно, что большинство людей не будут постоянно ходить, да, то есть в идеале все дружно встали и пошли на Песах, Сукорш, Вод. Да, но на самом деле мы знаем, что начинаются всякие отступления, да, давайте мы пошлем одного от нашей деревни, он принесет там как бы за всех, да, посланников. И понятно, что большинство людей живут далеко, да, и участвовать в ритуалах одни не будут. Удивительно, что многие другие законы объясняются, а этот нет. Это странно. Говорится, да, что язычество во множественности жертвенников, но в чем суть не объясняется, да, то есть почему. На эту тему у мудрецов и у комментаторов-академиков, да, в Академии были разные мнения. Майманит, например, говорит, что это вводится для того, чтобы минимизировать роль жертвенника в религии, что нужно вытеснить жертву молитвой, но это под влиянием вот этой вот как раз идеи вне храмового иудаизма, то есть мы заменяем стол, это алтарь. И он говорит, что также это полезно для того, чтобы воодушевить людей уникальностью в святилище, потому что тянет то, что единственное в мире. Это факт, да, то есть великая китайская стена одна в мире, поэтому так люди хотят ее увидеть. Вот, и здесь тоже, да, он говорит, что у нас сразу вектор направляется. Да, это правда. Исследователи говорят о том, что, ну, логично, да, что это укрепление вертикали власти перед сирийской угрозой, все сердца устремленных столиц, к царю, к культу, плюс это контроль над налогами, потому что десятину, скот, урожай, паломники, да, все сюда, это такой вот сразу мощный системообразующий центр. Абербанель говорит о том, что, да, он из хах, говорит о том, что есть, ну, что если бы было много святилищ, это привело бы к идее множественности богов. Это утрирование некоторое, как мне кажется, едва ли, но размывание культа было бы безусловно, потому что, ну, в разных местах формы поклонения неизбежно становились бы разными. Да, и синкретические культы формировались бы легко, опять же, вот под влиянием каких-то местных традиций, потому что я вам третье уже занятие рассказываю о том, как традиция любит абсорбировать то, что важно, да, для тех, кто живет рядом. И там, скажем, культы на севере, мы и так это видим потом, с разрушением, после разъединения царств, да, они отличаются от культов на юге и было бы гораздо больше. Это вело бы, конечно, к размыванию, и чтобы все это пресечь, выбирается одно место. Возможно, да, опять же, что, там, скажем, у языки, которые проводят реформу, у оси, которые проводят реформу во вторзаконе, да, что у них были разные цели концентрации, да, вот зачем нам именно это нужно, но идея очень важна, что вот одно. Ну, и факт, да, что после возвращения из плена мы получаем уже такой вот строгий, центрированный монотеизм, и культ, который описан во вторзаконии, становится реальностью, изолированный культ, который помогает иудаизму сохраниться потом, через века. Да, да, и, конечно, тем не менее, важно, что в культурной памяти сохраняется все-таки объемность. Да, и вот все, что храм в себя вобрал, все-таки в тексте мы видим, это снова, как я вам показывала, на идее Бога, да, что все это не просто отсекание, но это именно встраивание в систему. Мы снова с вами видим, как даже вот в идее единственности культа система монотистическая оказывается очень гибкая. Она вбирает в себя, трансформирует и в конечном итоге получает то, что она хочет, но через вот такой вот мягкий и адаптивный путь. Вот, на этом мы с вами сегодня останавливаемся и в следующий раз продолжим говорить о людях. Вот, спасибо, давайте попросим. АПЛОДИСМЕНТЫ